Я тебя не вижу, Владя. Слушай, вот только сейчас поговорили мы там, я сказал, там закрыл и сразу звонок. Я понимаю, что это ты. А там оказался Каримов Михаил. Там он нарушил пост. Вон как. И ничего никак. И там жена, даже в первую неделю он там створогом съел. И потом ролик будет. Я ему все подробно разъяснил. Я говорю, пост нарушил на два года. От причастия отлучаешься. Ты, боленька, то думай. Ну, ему. Он совсем согласился. Я говорю, а какой ты ответ от меня ждал? Такой и ждал. Ну, раз такой, я тебя не разочаровал? Нет. Ну, больше и говорить не о чем. Да я хотел поговорить. Приехал вчера Николай. Получилось с батюшкой никак. У батюшки где-то что-то. Куда-то встречать. У нас там с ним расхождение было. Я говорю, как так? Ну, поедешь ты в другое время. Возьмете его и с ним поедете. Он приезжает до 2.33 по местному. Мне надо раньше. Я говорю, вот ваши отношения к людям. Что тебе надо? Ты скрываешь. А годно оно не годно. Человек такую даль едет. А почему мне не сказали? Я говорю, а о чем я говорить должен? Ну, вот. Он не тем поездом едет. Я ему сказал из Тургута где. Вон, пересадка в Тюмени. Потеряевка. Что я не сказал так? Так, а тут разные поезда. Этого я не знал. Ну, я же знаю. Ну, ты знал, а я не знал этого. Сколько к нам приезжают. А при чем ты? А ты все как говоришь. Я при чем? К тебе приехали. А тут ты строго. На тебя. Тебя сегодняшний день. Кто бы не ехал. Всем даю твой адрес. И все тебе будут звонить. Ты будешь объяснять. Со мной легко разговаривать-то. Я сразу это воспринимаю. И говорю, он маленько это. Ну, надо, не надо ты. К тебе будут все звонить. Ну, ты мог мне позвонить? Я говорю, я никому не звоню. Когда Володя, он позвонит. А я рассчитаю за эти звонки. Короче, так. Они там решили без меня. И хорошо решили. Терентий говорил. Я заеду. Я возьму. Он тебе банки вчера отдал. Нет, Терентий? Он, кроме бензина, то, что я ему заказывал, банки он даже не привез ни одной. Две банки, которые ты прислал. Все благодарят тебя за Березовку. А тут целый, все это мы нагрузили, там, около углярки, около храма-то. Он, говорит, до вершины наполненный. А когда он был, привез, он говорит, я приеду в воскресенье за батюшкой, я все у вас заберу. Ничего не взял. Какие-то у него там дела. Ну, и батюшка. У нас третьего места нет. Ну, мы с ним не сошлись тут. Ну, а тут уже он, Николай, оказалось, он едет через Новосибирск. Расстояние-то ненамного дольше. Ну, и решили, чтобы взял его Игорь. Марина все подготовила. У меня-то еще я тут один, у меня ничего и нету. Картошку, которую ты там сварил, мелочь-то, мне хватило ее до воскресенья. До воскресенья. Ни разу печку не топил, а теперь и нужды нету. А соседи мои топят, гляжу, дым идет. Ну, разное мы немножко. Ну, и вот здесь с Николаем встретили. Игорь меня привез на вокзал. Я пошел. Милиция меня щупает. А эта куртка-то зеленая, синяя-то, которую Татьяна мне подарила-то. Так, вот сюда подойдите, а там... Ну, что у вас звенит-то? Я говорю, ничего нету, по карманам пролез. Железный дед, все звенит. А у него там это, которая застегивается, она железная. И она вдоль идет, замок-то. Он где-нибудь пощупает, везде у меня железный дед. Ну, вот такое дело там. Ну, я тогда это понял, что это... А я-то по карманам лажу, но у меня ни копейки, у меня ничего нету. Только пропустить. Люди проходят толпой, а меня держат на привязи. Ну, когда зашел тогда, где? Список, когда поезда нет, 116-го. 115-й есть, до Ребрихи идет, там, пригородный. А тут я разговаривался с одним. И он говорит, будет объявление перед самым концом. Я говорю, а на каком пути он становится? А скажут. Главное, на каком пути? Ну, и вот сейчас, говорит, объявили, а я уже не гляжу, там, где он-то. Я вышел, и там начал говорить, отсюда идет с Новосибирска. А поехал-то, вот этот пижак мне пощинила, Надежда Васильевна с Любовью Николаевной. Вот, и сверху надел еще эту куртку, синюю эту. Ну, и на вокзале-то ходят без рукавов, там люди раздеты 20, что ли, 4 градуса. Вчера было, правда или нет, но везде высвечивают эту цифру. А я один хожу, парюсь там. Ну, и встретили, встретили. А первый вагон, он с какой стороны нулевой-то, нулевой вагон, спереди, сзади? Никто не знает. У меня мысль такая, все-таки спереди, давай туда помаленьку подходить. Вот он едет и ноль, а потом первый. Ну, тогда ускорил шаг. Люди выходят, выходят. Я только к его скамею подошел, спускайся, и он вот, он вылазит. Я вот и принял прямо. Ну, и дальше мы уже пошли к Игорю. А Игорь вышел, руками машет. И поехали. И Игорь его начал прям сдать. Еще ничего нету. А Игорь его петрушит уже, я ему в спину. Ну, маленько, да дай ему хоть опомнись. А он спокойно так отвечает. Он тебе хороший помощник будет. Он говорит, ему 69, что ли, лет. 68. 68. Ну, во всяком случае, не юноша. Ну, такой сходный. И сейчас он утром должен его ко мне привезти. У меня побудет, а потом заберет. Я говорю, сколько у него места? 4 места. Ну, такое все он взял. Тут такой вопрос. Ко мне залетел голубь. Сизый. И очень породистый. Видно, большие шпоры у него на ногах. И подстриженные. На голове у него шиньон. И с двух сторон у него еще браслеты лисят. Я такого голубя не имел. А он молодой, видать, откуда-то. Садится на карниз. А кошки-то туда и сюда мои. Кошки-то его как увидели. Там глаза огнем горят. Я его снял с шеста. В шестом его гоню. Он подлетит кверху, смотрит на них. Он, видимо, в их зубах-то не был. Я только отхожу. Кошки разошлись. Он опять слетает на карнизе. Я до потемок. А потом уже его шугнул. И он куда-то улетел. Я думаю, на крыше. И то ничего нет. А потом, гляжу, кошка черная лезет на крышу. С той стороны от храма. И она на этих, которая на наружу такой кабель идет. Она на кабель и кверху, как она оказалась, то ли вывернулась. И гляжу уже на крыше сидеть с того конца. Мне ее согнать надо. Он сейчас подлетит. Я Надежду Васильевну попросил, ты стой здесь. А сам пошел. Кидать нечем. А под яблоня там голубиный помет. Он маленько сухой-то. Но я начал кидать. Она сидит, даже нужды нету. Она вернется. Кто там ее? Кое-кое как она ушла. И наконец его нету. Ну я утром встал, нету. Ну сожрали, значит. Потом гляжу, он опять прилетел. А есть-то ему негде. Я ему кидаю. И в субботу вечером он опять. И главное, садиться на окно, которое в голубятни идет. Сверху. А кошки-то здесь ходят вперед там их. С нашими, которые на улице-то бегают. А то уже четыре. А тут два рыжих кота каких-то. Да еще один. Ну да. Да такие, которые такие. Да, с проблеском. Ну я на шаг никуда. На улице хожу, жду, когда темняется. В темноте голубь-то не видит. Ну-ка, давай. Все, Володя, зайдет, нет? Ну-ка, сейчас зайдет, нет? Сейчас. Просуется. Сейчас зайдет. Продолжит. Система. Так. Так. Ну что, нас система прервала. Прервала. И я его дождался, когда стемнялось. И я его поймал. Я его поймал. Залез. Сетка у меня такая накруглая. Она не потребовалась. Я подкрался и фуражкой его накрыл. Ну и голубям ночью занес на ощупь. Там выпустил, скорее запер. Тут-то, чтобы нельзя дверку держать открытой. А наружу-то не заскочат. Ну и вчера посмотрел, он там и есть. Они его обижают, голубя. Так он обороняется еще. Я уже приготовил коробку. С Николаем договорился, что он привезет тебе. Выпустить сразу же ночью. Его коробку сначала-то раскрыть полностью. И его выпустить. И вот я сегодня думаю тебе послать этот гостиниц. Ты его полюбишь. Тебе он понравится. Я говорю про голубя. Ты не подумай, что про Николая. Николая ты и так полюбил. Какой он голубь. Я понимаю, что два дня, два вечера спать надо. А я не могу. Оно медленно так. День-то длинный. Вот-вот уже кончится. Я давай смотреть на Луну. Там хожу. Все. Чтобы он не подлетел, пока не стемняется. Поймал все-таки. И он у меня сидит здесь. Так что если будет какой-то коричневый залетает. Но это мне надо этого раньше времени вытащить. Он может быть залететь, того прихлопнуть. Тогда два будет. Ну у нас там зерна-то еще сохранилось сколько? Ну да, есть. А вот в случае чего ты помнишь, одна бочка у меня есть на тестомесе закрытая. И тут, как заходишь, куда выходишь, где картошка-то у тебя, там синие баки-то стоят, они тоже полные. Да. А я с тюрентем поговорился. Будет у вас подмокшая, там проросшая пшеница. Ты ко мне завези. А тут привез маленький тогда этот. При тебе же привез Евгений Долгов. А тут ящемень-то отдал Андрею-то, Головаевичу. А он мне привез пшенички. Вот у меня маленько пока есть. Ну все тогда. Все рассказал тебе. Слава Богу. Да. Я только так. Николай, если он приедет еще в этой неделе, рубите тальник и везде, где можно, там, ну бывает в лагах, где-то может подъезд хороший, там околошлюзы. С обратной стороны, ну посмотреть надо, где. Бывает на этом проходе, вот как от батюшки спускаешься и налево-то тут проталено-то. У храма, у храма пруда, да. И заострять он их сможет забивать. Я говорил, как. Уровень-то воды ниже прошлогоднего на Симаковском или нет? Ну я думаю, что там примерно около метра ниже слива самого. Ну да, ну так оно и было. Ну вот, что продрало, это только два варианта. Один вариант. Прогрызли андатры, это они там есть. Второй вариант. Кто-то сделал длинный как жертвь и одну маленькую дырочку просверлил туда. Она легко проходит через глину-то. Я на воду пошла и, ну, недоброжелатель это делает так. То есть не будем гадать. Не, а как там сделать? Земля-то там, я думаю, что она вряд ли. Очень просто. Внизу она не замерзшая была. Там, где, в самом низу. Она только сверху. Пробил. А там это, вы место-то смотрели, это не старый слив, который был до этого? Мы же отступили наверх-то? Не могу сказать. А там напротив стоят сплошняком шпалы эти, сваи. Нет? Нет. Нет, значит, в другом месте. На том месте сваи были, стояли. И вот как-то, что дальше, ну и там, не давайте сейчас вытекать нигде. А где мы там прокопали? Там до туда дошла вода. Там, с другого конца-то. Ну, значит, она, например, на доску шла уже по этому. Йосиф же сказал тебе. Вот было бы воды сколько. Да, на доску. А ты уже не видал, где она занимала это место. Ты приехал уже? Нет. Я уже пришел. Я пришел, вода уже опущена была. Ну, вот так. Ну, бросать не будем, поддаваться. Что-то будем думать. Смотри, там, на Рыжковском-то, что бобы-то наделали. А на Храмовом-то, не на Храмовом, а на, ну да, Храмовом пруду-то. Смотри, там все прямо, одни ямы, 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 вы там шли. Я тебя поблагодарить хотел. Я от корки до корки все 16 роликов просмотрел. Все дела отставил, как будто прошел там. Не видел только Южный пруд, как там. Да, Южный я не знаю. Только вчера заснял. Ну, вот так. Значит, все усилия сейчас только на дно. Задержать, чтобы нигде не было. Трамбовать. Может быть, драные мешки загрузить с этим, ну, с глиной-то. И там в самом начале, где они, вход на прорыве-то. И дальше все, трамбовать и трамбовать. Хотя бы поднять. Хотя бы маленько поднять от воды, чтобы вода не пошла. А когда я приеду там, мы поговорим. Глину брать оттуда, привозить с того. Дорожку сделать ровно-то. И можно катать. А то вы про какой сейчас пруд говорите? В Симаковском? Только о Симаковском. О другом не говорю даже. О Симаковском. Если люди будут, мы тачки 2-3. У нас своя есть. И у кого люди еще есть там. И оттуда возить глину. Люди будут. Людей будет много. И поэтому трамбовать хорошо. Мы не сдаемся. А там я займусь. Мне интересно. На моем доме. То ли крысы завелись, видимо, или что. Возле трубы. Прямо сверху, с голубятней. В дом. Две дыры большие такие. Сделаны. Прямо возле трубы. В дом прямо. То есть прямо в дом уходит. Прямо в дом уходит. С голубейных. Да, и на голубях. То есть я даже не знаю. Какого размера дыры? Ну, где-то вот, я не знаю. Такие, наверное. Большие. Большие? Не знаю. Крысы. Мыши такую дыру не сделают. Они чувствуют запах. Запах-то снизу идет. И они бились. А там тебе много повреждено было, нет? Ну, у меня там в шкафу. Там они что-то какие-то травы лежали. Они там изворошили все. И там свое гнездо. И белый их оттуда достал. И сожрал всех. Ну, там мыши были. А крысы я не видел. А на крыше, если будет, то это неохота голубей переселять. Много в гнездах пропадает. Надо запечатать все. Ну, голуби. Голуби вроде целые все. Ну, все. Голуби целые вроде. Крысы их не трогают же, да? В гнезда только посмотреть. Там выбросить, если мертвые есть. Гнезда один раз прощупай. И замажь, где можно там навозом или чем. Дыры замазать. Чтобы... Я говорю, крысы-то голубей не трогают? Крысы голубей-то не трогают? Трогают, трогают. Там одни шкурки остаются от них. А, нет. Это не просто так. А наружу туда, по крыше, где капканы-то стояли, там не проделали они ход? Нет. Только ходы были вырыты со стороны двора. Там под доски, туда где-то вода стоит, вот под эти доски были норы сделаны. Тоже большие. Они хозяева там были. Ну, тут надо обдумать, кирпичиками с чем заложить потом, ну и вход закрыть. В те годы этого не было. Видимо, год был голодный, зима. Они все искали. Они, а в это, которые подняли мы синюю бочку наверх, там у тебя, там было просо, которое оттуда привозили с задопта. Там все скормил Иосиф, нет? На чердаке бочка синяя. А что-то я даже ее не видел. А куда она денется? Она там и стоит. Бочка, ты как зайдешь налево от отхода на чердаке, это у голубятни. На голубятни, ты на себе затаскивал, я тебя фотографировал. Бачка-то синяя. Как ты мог... А я даже... Как? Я видел, что у него просо насыпано, стоит в тазике внизу. Это я видел. Да, правильно, правильно. Ну, можно посмотреть, это не так важно. Ну, все тогда. Ты сейчас где находишься? На скворечнике? Да, на скворечнике. Так с Николаем пока там живите, пока неизвестна температура. А уже перед подъездом-то там зашел, да и все легче вам отобиходить. А он на сколько едет? Ну, минимум, поговорили до крещения, он к крещению готовится. А там, он говорит, можно еще оставить. По силам только, чтобы была работа. А он крепкий такой, видно, мужик. Так что ты сам уже распорядись как. И утром, чтобы вставать вместе, скажи, строжайшее правило. Он никаких... И будете также участвовать, молиться. В храм, где... В храм, если так нужно, то в храм его отправляй. Вас двое. Каждый день ты там не будешь, тебе надо делать. А его отправляй. Пусть он там молится утрами. У нас от лагеря один представитель уже есть. В такие обыкновенные дни, кроме воскресенья. А уже там чистый четверг, как говорят. Может, баню стопите в это время. Уже приготовьтесь. Так, по мелочи делайте, не пачкайте. Баню топить в четверг. Я вот Надежду Васильевну думаю отправить к вам. Ну, не знаю, как. Там ее постирать. А то она тут по чужим баням собирается. Ну, все пока у меня. Все, с Богом. Я всем доволен и благодарю. Спаси Христос. Слава Христосу.